Привет-привет, стрельцы! Меня зовут Мустафина Ирина, и это ваш Таро-расклад на неделю с 12 по 18 августа. Сегодня мы посмотрим три подсказочки на картах Таро, и одну карту возьмем из Оракула, как подсказку на предстоящую неделю. Итак, первая карта. Королева мечей, независимо от того, мужчина вы или женщина, на этой неделе вас призывают принимать взвешенные решения, быть стойкими и непоколебимыми, не поддаваться чувствам, а поступать только по велению разума. И окружающие будут уважать вас за твердую позицию и непредвзятость. Эта карта также может указывать на значимую женщину, взрослую, мудрую, опытную на этой неделе. Она может помогать, поддерживать вас, протянуть руку помощи. Ее справедливость и четкий взгляд на все происходящее ставит точки над «и» и внесет ясность. Для мужчин может означать возврат в вашу жизнь бывшей, потому что у нас сейчас ретроградный Меркурий. Кто-то из милых дам, кстати, может принять решение о разводе. Кстати, смотрите прогнозы по вашим основным трех знакам зодиака, по солнечному знаку, асценденту и знаку Луны. Так вы будете видеть более четкую и ясную картину происходящего. И, конечно же, будете получать больше подсказок судьбы. Если вы до сих пор не знаете, кто вы по асценденту или Луне, обязательно оставляйте под этим видео дату, время и город своего рождения. А я вам отвечу и напишу знак асцендента и Луны в вашей натальной карте. А мы смотрим следующую карту. Сила. У вас на этой неделе будут силы духа и внутренняя мудрость и зрелость, чтобы преодолеть те препятствия, которые могут возникнуть. У вас будет возможность добиться поставленных целей, проявив стойкость характера, терпимость и внутреннее спокойствие. Помните о том, что людям с улыбкой на лице покоряется мир. Друзья, а если вы хотите получить ответы на личные вопросы и узнать, что ждет только вас, и как использовать эти знания, закажите индивидуальный прогноз. Пишите в WhatsApp или Telegram «Хочу узнать больше о прогнозах». И я пришлю вам информацию об этой услуге. А мы смотрим следующую карту. Паш Жезлов. На этой неделе вас ждут интересные возможности, приятные новости или шансы начать что-то новое и увлекательное. Возможности могут быть для роста и развития или обещать реализацию желаемого. Паши у нас еще могут означать детей, домашних животных или пожилых родственников. Возможно, вы будете на этой неделе проводить активное какое-то время с этой категорией. Напоминаю вам, что каждую последнюю субботу месяца я провожу бесплатные эфиры в Telegram-канале. Там мы с вами общаемся, гадаем и отвечаем на ваши вопросы. Так что переходите в Telegram, подписывайтесь. И жду вас уже в субботу, 31 августа, в 19.00 на эфире. Если у вас уже есть ко мне какие-то вопросы, то пишите. Я выберу самое интересное и в начале эфира буду на них отвечать. Ну а мы посмотрим карту из Оракула как подсказку на предстоящую неделю. Голубое пламя, спонтанное пробуждение, адаптация. По-моему, у вас на прошлой неделе была точно такая же карта, если я не ошибаюсь, конечно. И это говорит о том, что у вас до сих пор происходит это пробуждение и энергетическое обновление. То есть этот процесс вы уже запустили и его не остановить. Поэтому раскрывайте в себе эти ощущения. Пласт за пластом обновляйтесь энергетически. И прорабатывайте в себе все вот эти глубинные изменения. Голубое пламя, пробуждающееся в нас, имеет огромную цивительную силу и даже воздействует на силу, на тело, на клеточном уровне. Несмотря на то, что да, многие люди все-таки приукрашивают процесс пробуждения. И на самом деле он гораздо сложнее, поэтому длится более долгий период. У вас, например, точно как минимум две недели. И почему это происходит? Потому что сначала необходимо отказаться от привычных способов восприятия мира. И это же, согласитесь, непросто. Затем следует тяжелый процесс адаптации, который может приводить вас в смятение. И только потом наступает принятие вашей новой жизни. Если вы сейчас находитесь в этом процессе пробуждения, отнеситесь к этому с особым вниманием. Дайте себе время на эту адаптацию, чтобы привыкнуть к этим новым изменениям в вашей жизни. И альфирмация на эту неделю, которая даст вам силы и энергию, чтобы все для вас сложилось самым наилучшим образом, такая. Я доверяю процессу пробуждения, происходящему во мне. Я не спешу и позволяю новому опыту приходить ко мне постепенно, день за днем. Я говорю мудро и ясно, и я готов или готова применить во благо свою силу и сострадание. Я верю в свои мечты и разжигаю пламя неожиданное и пылкое. Запишите эти слова для себя и повторяйте их каждое утро на этой неделе, чтобы запустить энергию полосы удачи и везения. В качестве подарка от меня я выложу в телеграм-канале красочную заставку с этими аффирмациями, которую можно поставить себе на телефон или рабочий стол, чтобы ежедневно подпитываться энергией любви, гармонии и радости. Переходите и забирайте. Благодарю вас за обратную связь, ваше мнение, комментарии, репосты и помощь и поддержка этому каналу. Не забывайте подписываться, впереди еще у нас много интересного. И до новых встреч, пока-пока!